Улица Магистральная, Казань, расположенная в так называемой промзоне. На портале Народный контроль ее признали самой убитой дорогой города. Местами глубина ям достигала 40 сантиметров. Правда, сейчас самые опасные участки засыпали щебенкой. Рак на горе свистит, потому что дороги вообще людям ходить негде. Новую дорогу и вправду здесь ждали давно. Сотни большегрузов ежедневно только усугубляют ситуацию. Под полотном множество инженерных коммуникаций. Их нужно переводить, поэтому подготовка затянулась. Практически каждый пятый рубль из всех 24 миллиардов, выделенных на этот год, будет направлен на ремонт и строительство дорог в Казани. Во вторник стартовал ямочный ремонт. Будут проведены первоочередные мероприятия по улучшению дорожной ситуации на выезде из жилого комплекса Салават-Купюре. Это в первую очередь строительство разворотных петель и ремонт двух поселковых улиц, которые позволят, минуя самый загруженный участок дороги, заезжать в жилой массив Салават-Купюре. Казани в этом году, надеюсь, получат тоже решение о давно назревшей проблеме. Это строительство дороги по улице Мондаренко от улицы Солдатска до Сибгат-Хакима. Полный список ремонтируемых дорог есть на сайте мэрии Казани. Дорожников в Челнах ждут на проспекте Дружбы народов, пока десятки автомобилистов меняют колеса. В Челнах приведут в порядок 42 километра дорог. В этом году в республике построят 87 километров дорог, что решит вопрос бездорожья в 28 населенных пунктах. Дорогу проложат 19 садоводческим обществом и 27 фермам. Половина всех денег уйдет на ремонт. Завершится реконструкция трассы М7. На особым контроле колейность. До 1 июня будут отдефектованы, выявлены нарушения, которые подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств. Сейчас идет очистка дорог, ливневых канализаций и подготовка мостов, которые могут оказаться в зоне подтопления. А с 15 апреля по 14 мая вводятся ограничения движения для большегрузов. Александр Сабиров, Раймзель Гарипов, ТНВ, Казань, Набережная Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова